в эфире последний этап работа с утюжком очень также ответственная важная вот посмотрите как мы высушили на то есть шикарный вариант это высушено просто не делай никаких булек-заломов на 4 сектора сейчас я покажу вам как нужно правильно подбирать температуру вот я взяла выделала две пряди я с ними будут тесты делать все нужно свести к этой пряди то есть вот такая должна быть прядь когда мы сделали все правильно вот кончики так держи сейчас мы будем правильно подбирать температуру очень многие мастера боятся высокой температуры и клиенты думают что им палят волосы еще раз когда идет какой-то вот состав выпаривается это нормально что может идти какое-то минимальное количество какого-то дымка но в основном дымок будет идти если испарение если вы не досушили волосы то есть если осталось влага она будет понятное дело испаряться поэтому чтобы не было таких спецэффектов для клиента высушивайте полностью по поводу температуры то же самое что и с оксидами очень многие боятся высоких оксидов и думают что разбавляет спецблонд на низком оксиде не повредит волосы вот и кожи головы это как раз наоборот наоборот повредит то есть у каждого продукта есть своя техка чтобы сработал сработал состав то есть на выправление да там вот именно утюг почему бы за утюгами заделать этот продукт да просто высушить так и оставить потому что активизация вот этой вот именно уже завершающей фазы вот именно дозернистого этого силикона и кутикульном закрывание кутикулы именно завершается утюгом то есть именно этот процесс активизирует уже все компоненты ухода и его там запечатывать да то есть закрывать если как бы этого не сделать то этот уход будет как обычно уход на месяц и все вот но внешне как бы вот это вот красивая здоровая такая липидная текстура ее не будет ее нужно активизировать именно термо именно утюгом от 190 градусов начинается активизация компонентов именно на упрямление антипушистость и так далее то есть если вы будете работать меньше чем 190 градусов соответственно вашего эффекта не будет я сейчас пример покажу 155 градусов у меня уже донасты вот 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 то есть вы берете значит как мы работаем корни всегда это самый самая плотная текстура самая менее поврежденная текстура и когда это идут кудри то это самая сильная по своей форме текстура поэтому на корни должно у нас упасть где-то 15-20 раз проведение утюгом посредине мы делаем где-то 10 раз и кончики это как бы где-то 5 раз потому что это самая тонкая текстура как это все делается так что не помогает придерживать можно так просто держать можно еще так раз раз потом 10 и потом еще 5 под конец и потом еще 5 под конец 5 я привыкла так работать классная штука но она запомнивается все далее 5 смотрите вот мы например работали на 100 55 раз увеличь сейчас наследие подведи подведи сейчас нужно словить телефон смотрите это прядь которая должна быть идеально то есть проверять нужно проверять нужно положить на расческу хвостик сейчас ты сможешь так словить чтобы правильно было видно смотрите ложите на расческу хвостик и вот она должна быть как шелковый платок очень такая легкая и сухая теперь смотрите эту прядь видите она очень такая тяжелая смотрите состав не полностью выпарился видите видите он так блестит таким жирненьким это состав не полностью выпарился посмотрите это и это очень сложно на видео это показать но на ощупь вот потрогай Олесь своими руками какая здесь и какая здесь как будто это и так гладенькая здесь она более шелковая легкая такая вот этот эффект нужен то есть получается здесь у нас недостаточная температура что это значит это значит что так же это повлияет на пролонгированность результата вот и конечно же больше всего на пролонгированность результата то есть это будет эффект меньше чем 3 месяца если сделать на низкой температуре теперь делаем сколько на 190 да 190 давай делаем теперь 190 приатри доходы то есть в посмотрите закручиваем несложно потому что так сделала стесно она не такая но она все равно такая прям ну как вот шелковый платок реально такая вот мягкая шелковая шелковая шелковый вот это теперь давай это прям чувствуется не просушенную вариант почему при вытяжке немного скругляете чтобы чтобы кончики не были внутрь почему вопрос потому что потом они будут торчать приноски то есть хорошенько прорабатывать то что мы там закручиваем а именно внутри чтобы они потом когда уже помоется когда вот приноски чтобы они не торчат нужно хорошо запечатать 205 здесь а здесь у нас сколько 190 было здесь сделаю пять раз всего лишь потому что делали уже всё уже уже готова м-да да 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 прям вообще не струбает часы Расскажите, я хочу попробовать, 230. 220, 230, 190, 205. Вообще, конечно, лучший утюг, который вы сами в температуре настраиваете, чтобы он не программный был. Сегодня такой показ. Постепить. Сейчас, секундочку, нужно подождать, чтобы не было. Эти все пушки можно все приглаживать. Поэтому максимально, но не вот так все держите, а вниз по росту. Потому что если это на выпрямление, то потом залом получится. Пряди очень тонкие. Опери. Продолжение следует... 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 Нет агрессивного химического воздействия. Ну, это на цвет не влияет. Это на качество. Платочек шелковый такой, легкий, то есть вот толщина прядки где-то вот идет один сантиметр. Когда выравнивали, она даже еще дольше. То есть должна прядь просвещаться. Вот, покажи, пожалуйста, вот здесь. Вот, смотрите, что прядь просвещается. То есть я вижу, вот это, покажи, что она просвещается прозрачно. Вот такая должна быть прядь. Опять же таки, для того, чтобы 360 градусов у волоска была везде одинаковая температура, потому что если вы возьмите прядь толще, возьмите вот такую прядь, да, вот такую, да, вот. Да, возьмите, как был толще. Соответственно, здесь будет одна температура, здесь будет другая температура, в серединке будет третья температура. Ну, это, вернее, вторая, другая. Это что будет? Это также влияет на результат, то есть ваша проломбированность падает, соответственно, некачественная активизация продукта и его закрепление даст вам короткий срок этого ухода. Я теперь понимаю, почему мастера часто делает просто высушение на фенту, тёлки домой отпускает. Да, он классный, шелковистый, но здесь сейчас кислый каш, очень низкий, где-то два. То есть нельзя. По толщине просвечивается. То есть тяжести нету, здоровый блеск. Когда вы не будем делать, это, наверное, рядом с теми не может быть, не Judaism qualquer и тяжести, но гипно не нужно держать. Шести творогuard см wires и мы經 balancedھی, хоть как Bolt, включаем в них вот, вот так. Ребёнка и щел separATE и feasи, чтобы убрать нашу, Продолжение следует... Какие-то есть вопросы по технике самой? Я думаю, если нет вопросов, то, в принципе, можно, наверное... А у вас утюги такие продаются? Нет, с утюгами пока что мы не решили... Пока нет, да. Ну, будем теперь думать, что утюги тоже нужны. По поводу утюгов. Если процедуры делать постоянно, то их нужно будет менять где-то каждые полгода. Потому что очень важна температура пластин. То есть, лучше всего титановая пластин. То есть, это не идеально лучше. Я в следующий раз покажу идеально. На читанах должна быть пластинная пластина. Это лучше всего. Кстати, проверять, как вы проработали концы. Вы просто берете и прочесываете. Вот если они начинают застревать... Если начинают застревать, соответственно, тут надо еще доработать. Это уже в конце. Когда уже вся голова сделана, мы потом еще дорабатываем, дорабатываем концы. То есть, полностью должны все идти как шелк. Вообще, нигде есть никаких пробелов. Да. То есть, сегодня у нас так экспортно получилось. Заранее мы не предупреждали. Потому что, как бы, чисто случайно получился этот мастер-класс. Мы не готовились к нему. Вот. Хотели попадаться на полезную информацию. И вернулись к нам на дыр. Ну, вообще, как мы сейчас будем планировать делать... Очень много мастер-классов. И очных, и онлайн. И по окрашиванию, и по уходам, пожалуйста, в нашу группу колориста. Пишите, какие вам темы интересны. Также, вообще, и по салонному бизнесу, по психологии у нас в команде появился... Коуч. Коуч. Но слово коуч. Она эксперт вообще в салонном бизнесе. Тренирует администратора, психолог, как продавать и так далее, и так далее. То есть, рост личного бренда. В общем, такие темы также будут у нас уже на наших семинарах. Поэтому оставайтесь с нами. Пишите свои запросы. Как же начнется колористика с нуля? Да, пишите, пожалуйста, в группу. Может быть, есть какие-то пожелания, с чего начать первое. Мы все будем рассматривать и с ваших пожеланий, соответственно, формировать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, все, если нет вопросов, можешь отключать. Чтобы это уже не было сильно больших эфиров. Да, вопросы есть еще, остались? Мы сейчас это делаем, мы просто будем смывать. Просто смываем, нанесем маску, стабилизатор, третью фазу. Мы выйдем в эфиры с маской или нет? Или просто покажем фото? С маской только, да, покажем короткий эфир, как мы ее нанесли. С ней 10 минут высиживаем, смываем, все, наш ритуал закончен, и мы будем показывать финал. То есть, получается... То есть, получается, сейчас вот до выпрямляем утюжком, потом смываем, да, все это. И наносим маску на 10 минут. Маску смываем и сушим, как обычно. Феном высушиваем. Уже эта сушка будет очень быстро. Да, состав показываю. Чем это шампунь? Первое, первое, то, чем мы работали, это шампунь. Состав, вот, смотрите, пожалуйста, состав. Так медленно, показываю, что на местах не было. Так, сейчас ракурс поймаю. Это шампунь, состав шампуня. Далее, второй шаг у нас был. Это вот этот. Он здесь. Состав. Здесь состав, да, просто посмотрите. Просто идеальный. Да, ну, мне кажется, лучше и быть не может. И третье, это маска. Маска, то, чтобы он наносить после смывания. Тоже посмотрите состав. Я думаю, что если вы ознакомитесь с составом, вопросов не будет. Вот такой состав. И, соответственно, после клиента вы продаете уже уход. Да, подбираете уход. Все это есть в маленьких бутылочках по 100 миллилитров. И клиент таким образом поддерживает, поддерживает это все. И, соответственно, качество волос остается идеальным. Да, все вопросы можете писать в группу. Может быть, сейчас возникнут после эфира какие-то вопросы. Пишите, да, мы все ответим. Пришлем фотографии, если, может быть, надо будет какой-то продукт еще посмотреть, как выглядит. И продаете, соответственно, дополнительно маска и шампунь. Все есть. В группу я тоже выставляла. Все. Всем хорошего вечера. До свидания. И ждем вопросы. Ну, еще в эфир будем. Мы же результат покажем. Ты тоже сказала в фото.